Скандальный инцидент произошел в минувшие выходные в одной из известных ветеринарных клиник Твери. Хозяйка четвероногого пациента, узнав расценки на услуги организации, затеяла настоящий скандал с нецензурной бранью и рукоприкладством. В итоге скандалистка буквально с операционного стола забрала питомца с тяжелой травмой и уехала в неизвестном направлении, не стесняясь при этом присутствия вызванных правоохранителей. А после ее визита помощь врача понадобилась уже персоналу клиники. Все это шоу попало на камеры видеонаблюдения и облетело городские паблики. Что могло стать истинной причиной конфликта, попытался выяснить наш корреспондент. Сотрудники ветлечебницы надолго запомнят утро 25 июня. Около 7 часов на пороге клиники появляется женщина с немецкой овчаркой. У пса окровавлены передние лапы. Хозяйка рассказала, что конечности травмированы триммером при покосе травы и животное потеряло много крови. Ветеринары экстренно забрали пса в операционную, где успели остановить кровотечение, сохранив тем самым животному лапы. Но хозяйка труд медиков не оценила. Не только с человеческой точки зрения, но и с финансовой. Деньги она захотела. Сейчас получит денег. Счет за лечение в 15 тысяч рублей вероятнее всего шокировал женщину настолько, что она, по-видимому, решила не стесняться и дать свободу эмоции. Вначале была стычка с врачами, а затем под раздачу попала администратор Ирина, которая и озвучила цену за услуги. По требованию клиентки собаку сняли с операционного стола и положили к ногам хозяйки. Дама собралась на выход, но персонал нажал тревожную кнопку. Женщина показывает спрятанный под толстым слоем тональника синяк. По ее словам, это дело рук чересчур эмоциональной клиентки. Я предложила ей рассрочку, на что женщина категорично сказала, что она не собирается ничего оплачивать. Ну и, в общем-то, дальнейшие там и маты, и ругань. Очень неожиданно последовал удар кулаком, на кулаке кольца и так далее. То есть повреждения все после я уже зафиксировала. Я сейчас вышла, чтобы у всех этих, что здесь работают, я одну ебалу разбила. Она уже там плачет, ходит. Сейчас вторая подойдет, что я второй разобью. Не дай бог, что я встретила, я сейчас всех разобью. Женщина сообщила, что больше двух тысяч рублей за лечение платить не собирается. Зато дама с собачкой оказалась щедра на угрозы. Моли бог, что меня просто ребенок здесь, поняла? Сейчас я увезу ее, я предыдусь, я снова не могу. Участники этой истории предположили, что причины эмоционального взрыва могли быть вовсе не цифры в чеке, а промилле алкоголя в крови. Но так оно или нет, теперь вопрос риторический. Никто скандальную клиентку не освидетельствовал. Она вместе со спасенной собакой уехала на такси. Приехавшие полицейские остановить ее не смогли. Я спрашиваю, показания у нее взяли? Он говорит, нет, она отказалась от показаний. И начинает спрашивать ее фамилию, имя, отчество, адресы. Мы, конечно, успели договор с ней заключить, поэтому мы, естественно, все это дали. Но полиция даже не попыталась взять у нее документы. На них накричали, и они спокойно дали ей уехать. При службе ОМВД России по Тверской области пояснили, что обстоятельства произошедшего выясняет участковый. Дать юридическую оценку инциденту, понять тяжесть вреда здоровью, можно будет на основании результатов экспертизы. Между тем, персонал клиники намерен наказать скандалистку по закону. Ветеринары отметили, что немецкая овчарка была истощена. Безусловно, услуги ветеринара и препарат для наркоза, который сейчас в дефиците, никто не оплатил. Но не это самое главное, говорят руководители клиники. Здесь мы не ставим какие-то цели денег или какое-то там взыскивание чего-то. Цель, чтобы наказали. Может быть, это будет административное какое-то наказание. Кстати, это происшествие в клинике не первое. В октябре на ветеринара напал один из клиентов. По словам Ирины, дебошир никаких извинений не принес. И перед законом тоже ответа не держал. Вы показали видео происшествие, которое произошло 25 июня психологу, которая отметила, выражаясь медицинскими терминами, сильное душевное волнение героини. Причины могут быть любые, в том числе и травмы питомца, и цена за лечение, и алкогольное опьянение в том числе. Характер самого человека — это его привычки. Если человек привык так агрессивно реагировать на любые происшествия в своей жизни, то и в этой ситуации он будет вести себя достаточно агрессивно. К тому же изменённое состояние сознания всегда отпускает тормозящие процессы. Может ли безнаказанность провоцировать такое поведение? Конечно, может. Всегда работает метод кнутая пряника. То есть если мы знаем свои права, то мы должны знать и свои обязанности. Здесь человек хочет воспользоваться услугой, но при этом не нести свою ответственность за это. В таких случаях психологи советуют всё-таки озвучивать цену услуги до начала её оказания, несмотря на экстренность, чтобы она не стала поводом для дальнейшего подобного выяснения отношений. А если такое произошло, ни в коем случае не вступать в диалог с агрессивно настроенным клиентом. Хотя даже психология не оправдывает девиантное поведение хозяйки, чей питомец находится между жизнью и смертью. По информации персонала клиники, пёс хоть и стал заложником человеческого конфликта, но выжил. И, пожалуй, это единственный положительный эпизод в этой всей скандальной истории.